Коллегия Министерства образования Мордовии в этот раз проходила в электромеханическом колледже. Там с сентября 2023 года создан учебно-производственный комплекс по кабельному производству и IT-аутсорсингу. Теперь студенты на практике могут освоить профессию, не выходя из учебного заведения. После осмотра нового кластера пришло время отчета. Наболевший вопрос, капитальный ремонт школ, а еще открытие новых. Даже нашей большой командой сейчас стараемся в Москве, чтобы у нас и школа на 1300 мест появился уже по внепрограммным мероприятиям. Для нас это принципиально важно. 32 здания капитальный ремонт, но давайте помним, что у нас 640 зданий, которые так или иначе надо проинвентаризировать. Также в этом году планируют открыть кванториум с 5000 мест дополнительного образования. А еще Мордовия одна из первых подключится к проекту по беспилотной авиации. На открытие 17 специализированных кружков из федерального бюджета выделили 280 миллионов рублей. В целом сейчас особое внимание уделяют дополнительному образованию школьников, и через него тоже можно привести в профессию. Мордовия занимает лидирующую позицию в этом направлении, но не все районы готовы этим заниматься, негодует Елена Солдатова. Совсем не ведется работа в Елене и Псков районе. Хотя по нашему проекту в районе открытые две точки, ровно по графику работает мобильная пантория, и запрос у детей на эти направления есть. В 23-м году в Елене и Псков районе выбрали для сдачи юго-физику 32% выпускников. И все же главный приоритет для Министерства образования Мордовии, чтобы выпускники местных школ оставались учиться дальше и работать в республике. В прошлом году 80% выпускников 11 классов поступили в вузы. Из них 59% выбрали высшие заведения Мордовии. В этом году этот показатель планируют увеличить. Арина Мелешкина, Александр Зюзяев, Наш Новости.